Канобу.ру представляет И я застал зарождение эры компьютерной анимации Меня так удивляло, что с помощью технологий можно было создать трехмерный мир И вы могли управлять камерой, создавать любые сцены Выглядело это так, невероятно Совсем как большой настоящий фильм, только мультипликационный Меня это так поразило, что я стал работать с Lucasfilm, студией Джорджа Лукаса в Северной Калифорнии Там было компьютерное подразделение, которое проводило интересные исследования Связанные с современными технологиями И я работал с ними как традиционный мультипликатор И мы создавали трехмерную компьютерную анимацию, чем до нас еще никто не занимался У меня был вот такой подход О, только не это, мне придется изучать программирование, стать компьютерным спецом Но когда я там очутился, то понял, погодите, я все равно никогда не пойму всего, что знают эти ребята Но зато и они не знают того, что умею я Как вдохнуть жизнь персонажа с помощью движения, подарить ему личность и эмоции Так что не буду я обучаться тому, что они делают Да и они не будут вникать в мои знания Мы просто сядем рядом и будем работать совместно Вот уникальная черта Pixar с самого первого дня Я говорю о 83-84 годах Мы сделали первый фильм под названием «Приключения Андре и Валиби» И затем, два года спустя, Стив Джобс купил нашу компанию у Джорджа Лукаса И тогда мы создали Pixar Мы мечтали когда-нибудь сделать по-настоящему инновационный полнометражный фильм И мы работали над этим с поддержкой Стива Джобса И за все эти годы, что я сотрудничал с ним Стив просил меня только об одном Добиться безупречности Что бы ты ни делал, делай все по высшему разряду И вот в 91-м мы начали работу над нашим первым полнометражным мультфильмом «История игрушек» И договорились о его запуске и распространении А если перевестись в наше время То «Тачки-2» — это уже наш 12-й проект Но подход к его созданию ничуть не изменился С момента основания студии «Связь искусства и технологий» Идея была такова Машины окружают нас в повседневной жизни Мы постоянно ими пользуемся Мы решили превратить их в живых персонажей Чтобы они могли общаться друг с другом Вести себя по-разному Совсем как люди Первым шагом к этому было создание глаз В финальном варианте мы разместили их на ветровом стекле Изначально же хотели использовать передние фары Но возникли проблемы с постановкой кадра И после ряда тестов мы вскоре отказались от этой идеи В случае с фарами обзор камеры был бы очень низким Фути над землей И все ради того, чтобы лицо машины влезало в кадр Другая проблема — как изобразить передвижение персонажа Ведь получается, что он едва ли не ползет на брюхе Когда мы превратили лобовое стекло в глаза, то машина буквально стала говорящей головой Ее колеса заменили конечности, крылья стали плечами и так далее Как вы понимаете, в процессе работы над нашими героями мы сделали их более человечными Багажник — как бы нижняя часть спины, задние колеса — ноги, передние руки, рот на капоте, крылья вместо плеч Эмоции — это очень важно Как прочесть то, что говорят нам глаза и рот вместе? Отдалите их на дистанцию в три четверти, сделайте их выразительнее Нельзя их отдалять полностью, тогда глаза и рот находятся в разных плоскостях, как у крокодила Связь между ними теряется Забавно, вот для сравнения — человеческое лицо и морда лошади Правда, она получилась больше похожей на кролика, но неважно Вот это лошадь, а это человек Продолжая мысль, отдаляем рот еще дальше Получается машина Как видите, сильная разница Да, порой нужно изобразить действия Мы ставим машину в профиль, например, в гонках, когда вжих, и она проносится мимо Но в большей части мы стараемся изображать их как людей Кстати, продолжая тему глаз и рта Мы долго искали, какой рот подходит машине больше всего Если отталкиваться от капота машины, то он бывает и квадратным, и овальным И мы задумались, насколько большим может быть рот Потому что начать можно вот с такого огромного И если посмотреть сверху, то получится, что улыбка должна быть очень большой Видите, где она изгибается? Очень широкая ухмылка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok